привет всем любители самолетов сегодня расскажу про такую интересную функцию в прошивке ardupilot arduplane как terrain following сначала расскажу что она вообще делает эта функция позволяет огибать неровности местности то есть всякие холмы горы и так далее для того чтобы заработала эта функция terrain following необходимо скачать данные собственно вот этой вот местности делается это с помощью сайта ресурса terrain ardupilot.org нужно ткнуть на вашу местность допустим вот сюда и ткнул да и указать радиус максимальный радиус 400 километров что в принципе даст более чем достаточно для такого повседневного использования объем файлов в принципе небольшой там буквально 100 мегабайт по ему получается что для sd карточки не проблема убирайте центр окружности местность для которой собирались скачать эти данные и убирайте радиус можно сократить там я 400 мегабайт ой 400 километров скачал и залил на флешку хорошо нажимаете generate и генерируется ссылочка на скачивание которое вы потом качаете сгенерировался ваш архив и нажимаете скачать и он качается размер там буквально 125 мегабайт что в принципе не так уж и много у меня уже скачан этот архив теперь вот эти вот данные из этого архива необходимо закинуть на флешку в полетном контроллере лишь надеюсь вы используете флешку да если еще сейчас не используйте то самое время ее вставить способа закинуть 2 1 это через мавлинк то есть получить полетник по юсби подключиться между пленером полетному контроллеру зайти конфиг map ftp найти папочку apm terrain и вот сюда закрутить в файлике но к сожалению по map ftp через мавлинк файлы передаются очень медленно и 100 мегабайт вы будете ждать до пенсии поэтому я просто вытащил флешку и папку apm terrain закинул вот этот содержимое этого архива когда это сделано можно настроить сам полетный контроллер собственно для этого необходимо настроить часы найду параметр terrain follow terrain enable включает использование собственно вот этих вот данных а terrain follow позволяет выбрать каких режимах будет использоваться следуя за рельефом можно включить у всех это параметр один либо выбрать там фбвб круиз под 8 мартеля чтобы он летел по прямой а не огибая вот и собственно включаем все режимы ok и врать парамс также он умеет подтягивать эти данные по мавлинку то есть если вы подключены с помощью какой-нибудь там наземной станции по двусторонним мавлинку например к юга он грамм контрол или к это еще или mission planner через 433 этим модем и то используя вашу наземную станцию он может передавать эти данные полетный контроль в режиме реального времени если они не скачаны полетом контроллера на это настройка закончена и можно приходить переходить к испытаниям а сейчас я покажу дверку и запись с самолета за и че дарность все джип на котором я попробовал эту функцию ну и так выглядит трек программе google с то есть я открыл кмз файл который получается после конвертации лога и как видно что вот когда я пролетал над этой горкой самолет также поднимался чтобы это этот холмик обогнуть высота повышалась а потом понижалась и тут также вот эти два холмика я пытался огибать то есть как видно это функция работает и работа довольно таки прикольно но главное конечно не залететь за горку потому что за горкой вам будет снижаться и фейл сейф не поймать ну такая прикольная функция если было видео полезно ставь лайк подписывайся на канал пока пока